Далекие планеты, кромешная беззвучная пустота, леденящая душу бескрайняя холодная даль и горстка смельчаков, которые отправляются навстречу насколько интригующему, настолько же и пугающему путешествию. Всем привет, друзья! Вы на канале Scary Movie и сегодня представляем вашему вниманию 10 лучших фильмов про космос. Прожимайте кнопку, гарантирующую вам новое путешествие в мир хороших фильмов с нашим каналом и поехали! Десятое место. Европа. Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полета – высадиться на поверхность Европы в подлёдном океане, который учёные теоретически предполагают наличие жизни. Но вот сложность обстоятельств, с которыми вынужден столкнуться экипаж, никто предположить не смог. Девятое место. К звёздам. На дворе недалёкое будущее. Человечество увлечено поисками внеземной жизни, и одна из экспедиций во главе с легендарным астронавтом Клиффордом Байкбрайдом исчезла в районе Нептуна. 16 лет спустя на Земле начинают происходить необъяснимые вспышки энергии, которые выводят из строя электросистемы и могут привести к непоправимым последствиям. После новости о том, что сигнал идёт из зоны исчезновения упомянутого экипажа, сына страна второй намерен отправиться на поиски предположительно живого отца. Восьмое место. Пассажиры. Шаттл с колонизаторской миссией держит курс на планету, которая должна стать новым домом для пяти тысяч землян на борту. Всё идёт по графику, пока двое пассажиров случайным образом не просыпаются во время полёта, и не выясняют, что до прибытия на место назначения ещё целых 90 лет. Теперь герои вынуждены провести остаток жизни на корабле, но и это далеко не самая большая их проблема. Седьмое место. Человек на Луне. Конечно, это далеко не самая лучшая работа моих фаворитов, актёра Райана Гослинга и режиссёра Дэмьяна Шазелла, но внимание фильм однозначно заслуживает. В центре истории Нил Армстронг, который совершил тот самый маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Картина расскажет о сложном пути легендарного астронавта для реализации этой эпохальной цели. Шестое место. «Аполлон-13». Лишний довод никогда не ввязываться в путешествие, если с вами на борту Том Хэнкс. Лента повествует о неудачной лунной миссии «Аполлон-13» — одном из самых драматичных моментов в истории освоения космоса. В 70-м году он должен был стать третьим космическим кораблём, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако при подлёте к цели на корабле происходит серьёзная авария, которая ставит под вопрос не только выполнение миссий, но и жизнь всего экипажа. Пятое место. «Луна-21-12». По сюжету, герой Сэма Роквелла завершает отработку своего контракта. Три года он провёл на Луне в монотонном процессе наблюдения за автоматизированной станцией по добыче редкого газа. Всё это время компания ему составлял только робот Герти, и вот за две недели до окончания своей миссии Сэм встречает своего сменщика. Оказывается, даже за 5 миллионов можно снять отличный фильм, который мало того, что будет интересным, так ещё и без проблем пройдёт многолетнюю проверку временем. Четвёртое место. «Гравитация». Без лишних слов, один из лучших представителей жанра, заслуженный триумфатор Оскара 2013 года, который был представлен в 10 номинациях и смог по итогу унести 7 статуэток. Персонажи Сандры Буллок и Джорджа Клуни сталкиваются с ужасающей ситуацией. Космическая миссия завершается уничтожением шаттла, и они остаются в абсолютном одиночестве, без связи с Землёй, в открытом леденящем пространстве, без малейшей надежды на спасение. Третье место. «Марсианин». В перерывах между богопротивными версиями «Чужих» Ридли Скотт иногда радует действительно толковыми фильмами. В своей ленте 2015 года он вынудил героя Мэтта Дэймона попытаться выжить на Марсе в результате непредвиденной ситуации. Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури, а участники экспедиции сочли его погибшим. Теперь Марку придётся проявить смекалку и постараться выжить до прибытия следующей экспедиции на просторы Красной планеты. Второе место. 2001 год. «Космическая Одиссея». Да простит меня Стэнли Кубрик, но его шедевр в нашем топе лишь на второй строчке. В центре истории капитаны Дэйв Боумен, Фрэнк Пул и бортовой компьютер Холл 9000. В этой кампании на космическом корабле Discovery мы и отправимся исследовать отдалённый район галактики, чтобы понять, почему инопланетяне следят за Землёй. И на этом пути нас героями ожидают масса неожиданных открытий. Конечно, в своё время Одиссея просто разорвала шаблон, открыла новые границы в кинематографе и стала своеобразным прародителем фильмов про космос в том виде, в котором мы их знаем и любим. Но всё же нашёлся один фильм, который произвёл на меня ещё большее впечатление. Первое место. Интерстеллар Да, очевидно, да, попса. Ну а какой фильм ещё мог здесь быть? С момента премьеры прошло почти 10 лет, а я всё ещё помню свои эмоции при первом знакомстве с этой лентой в кинотеатре, будто это было вчера. И хоть Нолан едва не спровоцировал у меня приступ гипоксии, потому что при просмотре фильма я попросту забывал дышать, оно того однозначно стоило. Сценарий, актёры, эффект и сюжет – всё пример трепетного и качественного подхода к своей работе. И всё это действо – под охренительно музыкальное сопровождение великолепного Ханса Циммера. Если по какой-то вселенской ошибке вы всё ещё не посмотрели этот фильм, тогда я не знаю, зачем мы тут вообще клепаем эти подборки. А если всё же видите в этом смысл, тогда не забывайте про подписку на канал, жмём палец вверх и пишем какой-нибудь комментарий. Для вас мелочь, а нам приятно. Смотрите только хорошее кино и до скорых встреч. Пока!